Wargame Trench Crusade собрал на Kickstarter 1 миллион долларов всего за 4 дня. Сможет ли он составить конкуренцию играм от Games Workshop? В предзаказ наконец-то вышла новая редакция Warhammer Underworlds, которую я продолжу в этом выпуске хейтить. А благодаря утёкшим в сеть фотографиям, фанаты Ереси Хоруса узнали, что же последует за этой серией книг. Всем привет, меня зовут Ромка Хоббит и прежде чем мы с вами начнём, хочу попросить вас поставить лайк этому ролику и подписаться на канал, если вы здесь впервые. Ну и напоминаю, что единственными спонсорами канала являются его подписчики. Поэтому я прошу вас поддержать моё творчество ежемесячной подпиской на Boosty Hobbit Wargamer, где за разные уровни подписки я предлагаю различные бонусы. В честь платных подписчиков я называю миниатюры в своей армии, провожу для них специальные стримы, устраиваю ежемесячные розыгрыши и веду общение в секретном VIP-чате. А в особых случаях крашу для подписчиков моделей, персонально консультирую по хобби и снимаю ролики. Имена тех потрясающих людей, которые уже поддерживают меня на Boosty, вы можете увидеть на экране. Без их поддержки канал не смог бы дальше существовать. Особую благодарность хочу выразить нашим командирам Бениру, Дискодайн, Брестус, Артёму Колесникову, Артёмке Сладкому, Игорю Карпенко, Никите Домашову и Юрию Сергееву. А также топы донатеров на стримах Юргену Вульфу, Робину Олцу и Кидзуме. Что ж, друзья, в очередной раз я начинаю выпуск с белого экрана и чёрными буквами надписи о том, что у меня всё ещё не открывается сайт Warhammer Community. Уже полтора месяца прошло, как я вижу, на своём основном компьютере, где происходит запись роликов и всякое такое. Да, ну, вся работа непосредственно, да, по вот созданию контента, я вижу вот такую вот надпись, что происходит какая-то ошибка. На единственном сайте из всего интернета у меня происходит такая ошибка, и она начала происходить после обновления сайта Warhammer Community. Тяжело подготавливать выпуски, в таких вот рамках приходится, да, в таких вот условиях приходится скачивать фото с телефона, с чужого компьютера. Это выматывает, честно говоря, это бесит, это вгоняет в прокрастинацию. Друзья, поддерживайте лайками, комментариями, в общем, как-то, как-то попытайтесь поставить эту пилюлю для меня. Я стараюсь, я пытаюсь, но иногда кажется, что просто всё против тебя. Ладно, давайте сами идти к предзаказикам, и у нас выходит Warhammer Underworld Embergard. Новый сезон, даже не сезон-то новая редакция, где было многое переписано так, чтобы, ну, получилась такая вот история, что изменили именно те вещи, которые нельзя было пофиксить просто правилами. И теперь придётся покупать заново всё тем людям, которые и ветеранам, и новичкам, и людям, которые просто какое-то время не интересовались Underworld. В общем, им предстоит покупать всё заново, потому что были пересмотрены многие концепции игры. Об этом мы ещё с вами немножечко сегодня поговорим. Я прям сильно распространяться на эту тему не буду, сильно хейтить не буду, обещаю. Ну, немножечко просто вот подытожим, просто подведём какую-то линию. В общем, Embergard выходит в предзаказ. Красный Гоба тоже у нас лимитированная миниатюра, приуроченная к Рождеству, к Новому году. В общем, да, ежегодная такая вот миниатюра. Каждый год вот пока ещё у нас, да, маскотом, да, католического Рождества, скажем так, да, вот праздников, скажем так, да, holidays, так сказать, да. На Западе любят эту всю историю называть именно holidays, чтобы там все могли, да, как-то в этом поучаствовать, скажем так, да. Люди разных игр и исповеданий, прочие, не только католики, да, не только там Рождество, но так или иначе, вот что-то такое праздничное, новогоднее, зимнее, вот. В общем, да, Красный Гоба со своими бомбами, гранатами, такой подрывник-затейник, плюс борец за, ну, свободу гротов, да, за их независимость от орков, наверное, от тех поработителей, скажем так, которые могли быть, могут быть у этого народа. В общем, да, коробочка будет вот такая вот. Скажу сразу, эту миниатюру я буду разыгрывать среди платных подписчиков моего Boosty, поэтому, друзья, ссылочки в описании, QR-код на экране. Подписывайтесь на моё Boosty, разыграю, надо от 200 рублей подписаться, тир гвардейц или выше, и вот среди всех людей, которые подписаны на этот тир или выше, я разыграю данную миниатюру. Одна миниатюра, к сожалению, пока бюджет на маркетинг, скажем так, не позволяет разыгрывать большее количество, зато эта миниатюра лимитированная, зато она оригинальная, можно посмотреть также её, между прочим, профиль, я, честно говоря, его не вчитывался, но, в общем, профиль на экране. Он был, ну, я так понимаю, слит, потому что, да, фоточка там шакальненькая, вот, и также вот на литник можно тоже полюбоваться, в принципе, ну, так сказать, обычный литник, обычно небольшая миниатюра, но там съёмная голова, например, у снеговика, в общем, там надо будет покрасить то, что под головой, саму голову одевать, снимать. Не знаю, как это будет работать, потому что, вообще, обычно на акрил прилипает всякое, хотя, если с обратной стороны снеговика, головы снеговика вы её не покрасите, то, наверное, пластик гладкий не будет прилипать к акрилу, хотя не факт. Ну, в общем, советуют не красить, не приклеивать голову, вот. Ну, и по Вархаммер Ереси Хоруса будет такой вот, точнее, уже доступен, да, к предзаказу, всю неделю эту, наверное, уже идет на неё предзаказ, это набор апгрейдов ближнего боя. Тут не только оружие ближнего боя, да, но и также, там, различные пистолеты, такие сякие, плазменные, волкитные, плюс ещё головы есть такие кричащие, там, бросающиеся, типа, в атаку, ну, голова не может бросаться в атаку, ну, короче, бойца, который бросается в атаку, кричит и рычит, там, я не знаю, что он там делает, кричит какие-то, выкричивает какие-то боевые кличи и прочее. Даже есть, видите, болтеры есть, прям такие полноразмерные, в общем, есть где разгуляться, скажем так, плюс для Ереси Хоруса выходит, ну, кстати, только в онлайн-магазине такая история будет, да, ну, магазин Вархаммер, понятное дело, это набор шаблонов, ну, тут и для огнемёта, для, там, не знаю, какое ещё, может, кислотное оружие, там, я не уверен, что в Ереси Хоруса оно есть, ну, в общем, да, стандартный шаблон огнемёта, типа, там, темплат, как он называется, и бласты. Короче, бласты, такой большой бласт, и бласт такой из четырёх, какой-то кластерный, я не знаю, что-то типа, я там не очень разбираюсь в шаблонах, поэтому ещё пишите в комментариях, если это очень важно, если я что-то неправильно назвал. Кстати, да, тот шаблон огнемётный, он называется в основном каплевидный, по-моему, или как-то так. Ладно, не суть. Выходит также в предзаказ у нас с вами, точнее, вышел уже в предзаказ журнал White Dwarf, 506 выпуск, с новым режимом игры, в Вархамме 40 тысяч, там внутри правила, да, не только они, там ещё разное другое, но не суть. Самое там, наверное, главное, это то, что Котёл Войны, да, Cold Run of War, новый режим, где можно будет играть втроём, вчетвером, два на два играть, и батл рояль на трёх игроков и четырёх. То есть вот так вот. Интересно. Посмотрим, ждём, скажем так, когда в сети-то все истории утечёт уже. Книжки в предзаказ вышли Клятва Высокого Кала, или Каля, или Кахла, называйте, как хотите, книга про Вотанов, обычный вариант. И коллекционный лимитир, но, скорее всего, Перекупы уже раскупили лимитированную книжку, потому что штуки вообще такие популярные, на них можно нагреться неплохо, так нагреть руку, и вот такой вот всё. В общем, этого вы уже не найдёте в предзаказе. Какая-то новая книжка, не просто какая-то, ну, продолжение, да, похождения Красного Гоббы, называется, да, здравствует Красный Гобба, Long Live the Red Gobble, Джасина Вули, и коллекционная, не коллекционная, а коллекция книг про Красного Гоббы. Ну, там какие-то книжки внутри, несколько там авторов собраны, Майк Брукс, Дэнни Флауэрс и Руи Дин Джеймс, в общем, да, фамилия такая, конечно, у чувака. Ну, и внезапно, на следующей неделе, в предзаказ, точнее, в субботу уже, да, на этой неделе, в предзаказ выходит только книга про Лорда Солара Леонтуса, причём не обычная версия, а версия коллекционная. Вот как-то так, да, вот так вот она выглядит, облощечка какая-то у неё серенькая с эффектом ОСЛ, ну, кто по красам миниатюр занимается, тот знает, какой-то такой, что-то типа алтаря, не знаю, Лорда Солара. Ну, а книжка будет вот такая вот с красивым срезом, или как это называется, что-то там, оранжевое что-то, или золотое оно будет, красивые там всякие буковки, всё переливается. В общем, Лорда Солара у нас вот такой вот парень. Скорее всего, будет суперобложка, видимо, вот это вот, то, что мы сверху, хотя нет, вроде не похоже на суперобложку. А здесь какая-то, ну, не знаю, что это, арт, не арт, в общем, ладно, слишком много я говорю про книги, давайте посмотрим. Rumor Engine, у нас было два Rumor Engine на, ну, за прошедшие две недели, да, это, я назвал это светильник в подъезде 40-го тысячелетия, ну, на самом деле, правда, какую-то такую плашечку напоминает. Я, конечно, понимаю, что это, скорее всего, какая-то голографическая сфера, типа, она там, наверное, проецирует что-то, или, может быть, это мина какая-то, ну, что-то, в общем, такое. И второй у нас Rumor Engine, это плащик с, ну, судя по всему, это плащ, поверх плаща, какой-то там крепеж для плаща, я не знаю, что это, элемент брони, ну, видимо, спина это все-таки, я так понимаю. Тут у нас абсолютно четко прослеживается вампирская тематика, ну, как они там называются сейчас в Age of Sigmar, я не знаю, может быть, это Fantasy Battles, ну, точнее, Старый мир, не знаю. В общем, явно что-то вампирское, хотя кто-то может сказать, что это, например, Повелители Ночи, да, как они там, Night Lords, господи, все время забываю, как они называются. В общем, вы поняли, ночники. И забавная такая штучка, забавный ролик вышел с участием Джеймса Воркшопа. Джеймс Воркшопа, это такой, знаете, он спросит, говорит, что он, конечно же, настоящий CEO компании Games Workshop. Ну, типа такой комический персонаж, очень прикольный актер его играет, я забыл, честно говоря, его имя, фамилию. И здесь, как всегда, рождественское его обращение, он тут, у него там начинается, короче, с мозгового штурма вся эта история. Он решил сделать себя из... миниатюру себя сделать и подарить всем на Новый год. В общем, делал, делал, делал. В итоге оказалось, что это его, короче, красный... красный гоба его развел. Видите, он держит в руках миниатюру, думает, что это он, а на самом деле это все красный гоба. Точнее, миниатюра красного гоба, подарочная, рождественская, да, лимитированная. Он такой, нет-нет-нет, нет-нет-нет, что-то случилось, в общем, по какой-то причине красный гоба, он не только мастер подрывник, он еще и мастер, видимо, он еще и мастер, короче, запудривать мозги каким-то образом. В общем, ролик прикольный, ролик классный, мне это очень... классный фокус, кстати. Вот, мне это очень, честно говоря, все понравилось. И, честно говоря, это одна из таких вещей, абсолютно таких маркинговых, коммерческих, скажем так, таких зарисовок, которые, в принципе, в Games Workshop присутствуют. Но вот Games Workshop все еще тащит, наверное, за счет харизмы вот этого вот мужика-актера. Вот, поэтому пишите в комментариях, как его зовут. В общем, да, мы с вами идем дальше. И дальше у нас с вами, короче, прошедшие две недели Games Workshop на сайте Warhammer Community опубликовал, наверное, я не знаю, сколько, честно говоря, было статей про Warhammer Underworlds, но их было, на мой взгляд, превеликое множество. Просто Under пихают и в рот, и в попу, скажем так, мягко выражаясь. Поэтому, расписывая, насколько же офигенной просто это, насколько офигенной эта новая редакция, как ее все любят, ее любят и старые игроки, и новым, она, новые тоже в нее хотят очень поиграть. И дизайнеры, вот, описывают, какие у них были проблемы, какой был вообще проблемной игрой Underworlds. Вопрос только, зачем вы его 7 лет там развивали, непонятно. Но, в общем, да, вот, войдите в положение, скажем так. Так, нет, такого, конечно, никто не говорит, но, вот, знаете, переходя к этой статье дизайнеров, единственная, единственная статья, которая содержательна, я не могу ее посмотреть на экране по известным причинам, да. Но, так или иначе, здесь у нас с вами, да, показаны основные вещи, да, на картинке, типа, то, что вы можете взять любую Warbandu, вы можете взять любую Rival Decku теперь, у нас больше нет фракционных карточек. И, собственно, все это дело миксовать и играть, в общем, по-новому, в кавычках, по-старому. И плюс еще, в общем, испытывать новое какое-то удовольствие от игры. У меня мнение касательно новой редакции остается прежнее, ребят. Вы мне, конечно, сперечески пишите комментарии, что я не прав, что Under, он вообще, значит, такой перегруженный получился. Еще, что новым игрокам сложно в него войти. Я слышу все эти комментарии, но мое мнение остается без изменений. Я считаю, что Warhammer Underworlds новый это скам. Я считаю, что все те изменения, о которых говорят разработчики, их спокойно можно было сделать таким образом, чтобы и старые игроки остались со своими коллекциями при деле, и новые игроки тоже втянулись в эту игру. Игра все еще хорошая, игра все еще довольно с интересной и такой, знаете, не то что захватывающей механикой, но в ней есть свой кайф этой механики, да. И, в принципе, я желаю игре развития, но то, как сделает компания Games Workshop все, что сопутствовало вот этот вот запуск, этого Underworlds продажу и вот сейчас выход предзаказ, я считаю, сделано максимально агрессивно по отношению к старым игрокам. То есть нам навязывают, ну, еще раз покупку всего. То есть то, что у вас есть в коллекции, кроме миниатюр, все сгорает, скажем так. Да, можно сказать то, что, ребята, ну, какая вам разница, новая редакция, старая, останьтесь в своей, в той вот, окуклитесь, окуклитесь в старом Underworlds. Не хотите новый, окуклитесь в старом. Но, знаете, вот это вот окукливание, там, не знаю, Warhammer 45 редакции, 6, мне кажется, не очень здоровая фигня. Вообще, для людей, мне кажется, важно быть причастными, то есть причастными к чему-то, какой-то актуальной повестке, скажем так. И, ну, это, ну, странновато выглядит, согласитесь, когда человек, допустим, там, чем-то таким увлекается, чем, ну, не знаю, в общем, не то, что про тухшим, но мы же говорим не про историю, скажем так, какую-то там, да, вот люди, там, есть увлекающиеся исторической реконструкцией и прочее, это очень круто, это супер. Но, когда, типа, у тебя реконструкция варгейма, по сути, игры, это, ну, как-то выглядит крипово, ребят, честно говоря. Не та немножко тема, немножко не историческая реконструкция, да, какая-то некромантия, что ли, причем не очень прикольная. Вот, поэтому, на мой взгляд, говорить о куклитесь не очень правильно. Почему нельзя было, почему нельзя было, да, старых игроков оставить в обоими? Объясняю, нужно все было расформировать так, чтобы, опять же, говорю, люди купили заново этот продукт. Это мое мнение, я его никому не навязываю, но все это выглядит просто как жесткий скам по отношению к людям, которые 7 лет вкладывали в Warhammer Underworld с деньги. Вы могли сделать ротацию, вы могли убрать старые варбанды, вы могли оставить все карточки, как бы просто изменив кое-что в правилах в основных и все, не трогая карточки. Там буквально несколько изменений, которые, ну, достаточно критичны. Вот, все остальное, там 95% изменений, на мой взгляд, оно вполне себе можно было, ну, спокойно обойтись. Хотели единое поле, господи, ну, сделайте вы единое поле, а старым игрокам, старые игроки пускай продолжают складывать два поля, например. В общем, тут можно, конечно, долго очень объяснять, но специально сделали так, чтобы игра трансформировалась во что-то, что теряет связь со своими, скажем так, корнями вот этими за 7 лет накопленными. Перегруженность я не видел в этом варгейме. То же самое можно сказать про Magic the Gathering, которая уже перегружена больше, чем 20 годами своего существования и ничего. Карточками 90-х годов можно все еще играть в текущую версию правил. Она не менялась, в принципе, к ней просто факт гигантский, но и что. Кор, да, основные правила остаются. Можно назвать коллекционных карточек, игр с коллекционными карточками, достаточно большое количество, там, Югио, Покемоны, это все мировые игры большого размера. Это не какой-то локальный наш Warhammer Underworlds, да, но этих игр они никогда себе не позволяли таких жестких смен. Но у нас, наверное, только в России можно сравнить Берсерк, который внезапно, да, переключился из карточного варгейма в какой-то такой карточный, простите, из коллекционной карточной игр, какой-то карточный варгейм, а-ля, что-то типа. Ну, я там слышал от друзей. Юрий, привет, кстати. Вот, как ты там рубишься в Берсерк, продолжаешь ли? В общем, к сожалению, к сожалению, подводя черту, я считаю, ребят, это скам. Новым игрокам удачи, ветеранам тоже удачи. Я про Underworlds больше в рамках новостей не буду ничего говорить. Вышла игра в предзаказ, и слава богу, все, мы отмучились. Повесточку сейчас вот эту всю новостную ГВ зачистит. Underworlds будет поддерживаться дальше небольшим количеством релизов, и, в принципе, ну, окей. То есть мы будем видеть с вами несколько новых банд, несколько колод в год. Больших коробок не будет. Будем посмотреть за системой аккуратненько, так, как нам будет дозироваться информация. Поэтому я считаю, ГВ надо наказать и голосовать рублем против этой системы. Вот, вы, пожалуйста, со мной спорьте в комментариях, я буду рад вам ответить. Давайте идти с вами дальше. И у нас новая миниатюра по Warhammer The Old World. Еще одна система, к сожалению, которая ГВ очень странно позиционирует себя, скажем так, позиционирует эту систему, выпуская старые миниатюры, но выпуская достаточно мало новых миниатюр. Ну вот, в частности, для гномов у них было энное количество моделей, и сейчас им вот выпустили, выпустят еще одну от Forge World. То есть это надо понимать, что это, ну, это литье. Это литье, и оно будет, ну, так, как оно, собственно, обычно бывает. Вот, это как бы будет, ну, нормальная миниатюра, но в 3D-рога от Forge World. И, что-то сказать, я вообще противник Forge World. Но, так или иначе, да, вы так же, как и с Farhammer Underworlds, мне можете написать в комментариях, что, ну, а что делать? Иначе она миниатюр не будет. Это если миниатюра не окупается, она в пластике, она не окупится, получается, да, но вот в Смоле у нее есть возможность, да, пополнить армии игроков. То есть спасибо, что хотя бы в Смоле выпускают. Я считаю, что это пагубная достаточно тема в целом, потому что литье очень сомнительного качества от Forge World. И также я вот недавно заметил, что, например, даже они берут прототип, не прототип, а мастер-модель, напечатанная на 3D-принтере, копируют ее, не даже сглаживая поверхность. То есть мы в итоге на миниатюре увидим просто ту же самую лесенку, которая была у нас на той мастер-модели, которую взяли из 3D-принтера. В общем, это дикая штука абсолютно. Но, так или иначе, вот миниатюра по имени Бурлок Даминсон. Он прикольный такой чувак-инженер. Он здесь молодой инженер, потому что Warhammer Fantasy Battles у нас с вами... Он уже в зрелом возрасте, я не знаю в каком. Его выходило в 93-м году. Было вот он вот такой чувачок. Достаточно забавный, типа с силовым кулаком и с каким-то лавовым топором, я не знаю, в смысле молотом, конечно же, одноручным. Вот, ну а по правилам он там прокачивает артиллерию, отряды стрелков, короче, дает им там возможность на реролы и плюс еще убирает модификатор минус один тухит на дальней дистанции. В общем, миниатюра прикольная. Очень плохо, жаль, что это Forge World, но, так или иначе, гномы ведь продолжают получать какие-то штучки, дрючки, а там еще выходили орки, а для них, честно говоря, ничего особо не выпускалось даже от Forge, поэтому гномов, я бы сказал, релизами закормили, даже в какой-то степени для Старого Мира, а вот оркам как-то очень мало дали, вот, поэтому, может быть, дальше будут. А в новом году нас ждет релиз Империи, например, да, судя по слухам, как бы, вот посмотрим, что будет у них. Так, по Некромунде мы тоже увидели новую миниатюру за прошедшее время, да, это Сибирланд Сервас, он инфотек. В общем, этот парень сейчас пребывает в таком вот... Ну, в общем, тело его сильно пострадало, сам он передвигаться не может. Он пребывает, скажем так, в мире кибернетических всяких штучек, дрючек. Он вообще из дома Вансар, и в прошлом он пытался, ну, скажем так, совокупиться с СШК, который есть у Вансаров, да, согласно Бэку Некромунды, да, оно у них с протечкой, оно отравляет их радиацией, но вот он пытался там сраститься разумом с, ну, машинным духом, наверное, СШК, по крайней мере, каким-то там интеллектом искусственным, я не знаю, с тем, что внутри находится, да, с софтом, скажем так, этого СШК, и он потерпел неудачу, да, СШК его отвергло, он получил жесткий там какой-то электрический импульс, не знаю, что-то с нервной системой у него произошло, в общем, трах-бабах, тело его пострадало, однако он получил возможность буквально ощущать электрические всякие девайсы вокруг, ну, не электрические розетки, а именно там сервиторов, всяких, в общем, то, в чем есть там худо-бедно какой-то машинный дух или еще что-то, в общем, да, всякие технические штуки, назовем это так, ламерским языком, вот, ну, потому что как это все работает, не очень понятно, в статье это не объяснялось, поэтому объясняю вот так вот чисто, как-то на пальце, грубо говоря. В общем, он всем этим делом управляет, и, тем не менее, у него все еще остается его цель когда-нибудь добраться до СШК и попытаться с ней снова do it, like it, как в песне была от Хаунген, короче. Да, в общем, с ней что-то сотворить такое, наконец-то слиться и полностью уйти в, как он называется, в этот виртуальный мир, бросив в свою телесную оболочку, которая какая-то очень стремная на самом деле, да. Ну, а в Банди, если берете его к себе, в Некромунду, да, он на самом деле, его основное правило, может быть, там есть какие-то другие еще, я не знаю, он позволяет заглянуть в руку вашему оппоненту, посмотреть его тактические карты, учитывая, что люди зачастую играют без тактических карт, очень странно, и вообще доступ к тактическим картам очень такой, как всегда у ГВ такое все особенное в плане карточек и картона, но это все очень сложно купить, поэтому, ну, да, вот такой вот персонаж, миг прикольный, а вот как он в игре будет применяться, я, честно говоря, не знаю. Ну, и по маленькой Ереси Хоруса, Лиджинс Империалис, выпущенные, вышла статья, в которой нам показали различные расцветки на различные там, как они называются, манипулы, как-то у них там еще вот так вот все, когорты, разные расцветки, обычных мехов и также дарк-мехов, вот сейчас мы с вами видим кого-то из дарк-мехов, да, черная броня, какие-то там обозначения, пыры-пыры, в общем, я тут все не буду показывать всех вот этих вот, все эти расцветки, честно говоря, роботы забавнее достаточно, мне кажется, что вполне все могли бы выходить от какого-нибудь технолога, например, в России, ну, дизайн, на мой взгляд, так себе, меня сейчас, конечно, какахами закидают, наверное, любители механикум из Ереси Хоруса, однако, ну, вот, что кажется, скажем так, что вижу, то и говорю, скажем так, да, свое мнение касательно этих миниатюр, и вышел еще файлик, наверное, полезный, бесплатный на сайте загрузок Вархаммер комьюнити, заходите туда, и, ну, по сути, бесплатные правила, ну, такие, нам просто показывают новые формации, раньше каких-то саппорт формаций не было, сейчас появляется такая саппорт формация, именно бонды цибернетика, позволяющие включать в вашу армию различные войска, как я понимаю, механику, вот, то есть, можете их включать, как я, опять же, это понял, можете написать в комментариях, если я ошибся, я не разбираюсь просто в этой новой системе, в общем, ваши армии космодесанта, солярки, вы можете включать, плюс еще, а, ну, видимо, вы сможете включать юниты других фракций в вашу, именно фракцию, вашу армию с механикумом, ну, там, дарк или не дарк, не важно, короче, это как я понимаю, вот, ну, в общем, файлик бесплатный, такое расширение для игры, не люблю, когда такое, честно говоря, происходит, то есть, у вас, вроде как, есть основная книга правил, но тут выходит что-то, либо в бесплатной, на сайте загрузок, да, либо выходит где-то в White Dwarf, и это расширяет игру, вроде как важная штука, но у вас в книге правил ее нет, поэтому вам надо как-то ее доставать, распечатывать, какие-то шакальными фотками, пользоваться, мне это не нравится, возьмите, блин, заранее все пропишите в книге правил, это просто какой-то вот, 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 генсоркшоп, вот оно все в этом, вот оно все, вот, любую систему возьмешь, куча всего дополнительного еще, где-то в PDF-ах, где-то, говорю, в White Dwarf что-то выходит еще, вот это бесит, честно говоря, меня лично, но, вот, горим, короче, горим, ну, и также это все выходило в рамках Ересевого четверга, и люди в социальных сетях там спрашивали, кто-то спросил, да, а почему, собственно-то, не каждый четверг выходит, ересь по четвергам, а ему ответили до, типа, у нас не будет никакой ереси по четвергам на еженедельной основе, вот так вот, в общем, ну, кто любил ересь Хоруса по четвергам, до ересевой четверги, ну, в общем, ребят, к сожалению, придется обломиться, потому что, ну, видимо, ну, нету просто в таком количестве обновлений для ереси Хоруса, ни для какой, причем, ни для 30, ни для полномасштабной, скажем так, да, обычного масштаба, ни для Лиджитс Империалис, для эпик, эпик размаха, в общем, переходим с вами к слухам, и слухи от Валарка, первая доза, это касается Космоволков, да, что там у него, ну, ему поступила, да, новая доза слухов, он там где-то читает, не знаю, кто-то присылает, видимо, свои источники он особо не раскрывает, хотя, в принципе, он нам рассказывал как-то, что в одном из роликов, что он, типа, по сути, Реддит там читает где-то, ну, мне кажется, что ему спокойно сливают разные, разные источники информации, потому что он, типа, основной такой чувак по слухам, в общем, ладно, что он в этом выпуске нам сообщает, в общем, конечно же, скоро, скоро будет еще один анонс, в конце ноября будет большой анонс в Атланте, да, на чемпионате мира по Вархамеру, да, и, скорее всего, он считает, точнее, он считает, что, скорее всего, нам покажут Крик, либо частично тизернут, как Детей Императора, либо это будет прямо нам покажут все, что выйдет там в январе, в феврале, короче, да, по этой фракции, ну, у нас все-таки Астромилитарум будет, новый кодекс, и уже нам и тизерили, и всяко-всяко-разно показывали, и по слухам очень много было про Крик. В общем, ждем всю эту историю, и сейчас немножечко ГВшниками новостная повестка сушится, скажем так, перед тем большим, большим анонсом, но еще достаточно там две недели еще как минимум до анонса, скорее всего, не знаю, что они там, что они нам покажут в ближайшей неделе по новостям, ну, в общем, да, будем посмотреть, как говорится. Ну, и по волкам. По волкам у нас, значит, в прошлый раз он говорил, что нас ожидают переуписок Гримнара, Ньяля, Арека, и там, волчьих шрецов, например, да, ну, и кто-то там еще типа лейтенанта, может быть, у, это что, как говорится, да, персонажи, космоволков, плюс он добавляет уже в текущие выпуски, что будут вульгард-терминаторы, что будет такие, скажем так, элитные ребята, которые будут буддигардами выступать для лидеров, то есть отряд из трех, показываю два, да, из трех, короче, бойцов, и возможно, с ними также в отряде еще будут волки, именно как животные, да, волки Фенриса, и либо они будут, может быть, кавалерийским каким-то отрядом, также рассказал он про скаутов, якобы у них будут, у волков будет свой отряд скаутов, космодесанта, с которыми, якобы, будет тоже животинка, будет, снимите какой-то волчок, ну, и про грейхантеров, а грейхантеры, если я не ошибаюсь, это у нас отряд, да, тяжелой поддержки, да, охотники на технику, вот, поэтому, пока, все по слухам о космовалках, надеюсь, что, ну, вообще звучит, и он сам говорит, валрак, что это будет один из крупнейших, просто, обновлений фракции космодесанта, за последнее время, ждем, в принципе, это обновление, если оно состоится, да, потому что, пока никаких ни тизеров, ничего, в GameStruck Shop не было, мы все это ожидаем, где-то в середине следующего года, ну, начиная с середины, как-то так, может быть, все будет раньше, может быть, еще позже, слухи, это слухи, ну, и последующей порцией слухов, это, произошел вот такой вот слив, книжки, который называется, Era of Rue, не то, что книжки, а несколько фоток там было, якобы, чувак нашел ее в каком-то used story, то есть, да, магазин каких-то бушных вещей, вообще, все это дело очень странно, потому что, ну, он бы тогда все страницы бы отфоткал, наверное, как мне кажется, это очень странно, но говорят, типа, подтверждают, что это, да, у них произошел слив, типа, мне кажется, мне это все кажется очень-очень спорным, ребят, очень-очень странно, мне кажется, это очередной контролируемый слив, в общем, там также идет перечень книг, и здесь вот он, можете посмотреть, на экране медленно будет проплывать, тут, и я так понимаю, что это какие-то рассказы, видимо, да, Angels of Another Age, Джона Френча, Фулгурит, Никакайма, Фрагменты, All We Have Left, Дэна Эбнета, Ex Libris, Джона Френча, System Purge, Гева Торпа, After the Dawn, The Darkness, Гая Хейли, что там еще дальше, Homebound, Криса Райта, The Carion Lord of the Imperium, Аарон Дэмски Боу, кстати, это последний, да, получается, там, последний рассказ в этой, в этой книжке, ну, или что это, не знаю, видимо, это рассказы все-таки, вот, и, в общем, да, эта книжка, она должна быть после, собственно, Ереси Хоруса, да, вот у нас цикл закончился, но, нужен все-таки еще какой-то цикл, есть, воркшоп, да, у них идет сейчас Dawn of Fire, это текущий бэк, Warhammer 40,000, и Ереси Хоруса у них шла, но, типа, должно что-то прийти ей на замену, по мнению Волорка, поэтому, вот эта вот книжка, это то, что будет после Ереси Хоруса, видимо, то, что некие такие переходные события, куда-то, возможно, Генсоркшоп будет, это уже мое мнение, да, будет соединять две вселенные, потихонечку из 30к, идти в 40к, соединяя всю эту историю, вот, в общем, да, такой вот произошел слив, такие вот, такие вот мысли касательно всей этой истории, и переходим с вами к новостям внезапно, я перескочил немножечко, вам проспойлерил, это Трэнч Крусейд, Трэнч Крусейд, друзья мои, варгейм, который был, скажем так, в тени, про него говорили, в западном, скажем так, сегменте, ютюба, какое-то время он был такой, знаете, я говорю, в общем, как-то, как-то он был по своим там, вот этим вот, Трэнч, это у нас окопы, да, по окопам он сидел, скажем так, затаившись, но, кто знал про него, тот, как говорится, знал, а тут он выстрелил, выстрелил, и на Кикстартере, он собрал буквально за 4 дня, 1 миллион долларов, как вы можете видеть, сейчас уже почти, ну, тут в евро просто, тут в долларах, если, как сконвертировать, 2 миллиона долларов он уже собрал, осталось 4 дня, и я так понимаю, что он полностью себя окупил, цель была 66 тысяч долларов, и 666, объясню, почему это, такие цифры, и, в общем, как вы можете видеть, он в много-много раз, десятки раз, превзошел то, что ожидали получить создатели, и тут вопрос, да, в целом, вся эта история, почему это так выстрел, да, может ли это, вся история составить, ну, какие-то, какую-то конкуренцию, Gens Rokshop, какую-то конкуренцию Вархаммера, потому что, на сутки, новости Вархаммера, и мы рассматриваем это в таких, вот, в таком вот ключе, Trench Crusade, это игра про сражение с демонами, с вторжением в наш мир, а это альтернативная история, да, происходит вторжение демонов, там какие-то были, в общем, попраны какие-то святыни, христианские, и из-за этого разверзли из врата в ад, и все это дело происходит, хлынуло в наш мир, в общем, это, судя по тому, сколько миниатюр участвует, да, с каждой стороны, это Skirmish Wargame, такой, где, как бы, у двух игроков присутствует, да, небольшое количество миниатюр, как бы отряды такие, да, кастомные отряды, ну, и по фракциям здесь есть Trench Pilegrim, Heretic Legion, новый Antioh, Court of the Seven-Headed Serpent, Султунат, Железной Стены, Черный Геральд, Black Grail, и, да, пока на этом все, как я понимаю, ну, вот, собственно, можно увидеть, что это, в принципе, да, такой вот Skirmish Wargame, с кубиками D6, по поводу модельного ряда, есть вот хороший такой ролик, на котором есть все модели текущие, да, собраны с кикстарта, я так понимаю, да, все это там анонсировалось, значит, первая фракция у нас Heretic Legion, здесь вот такие вот ребята, типа, трупперы в касках, да, с обычным оружием, да, какое-то оружие у них есть ближнего боя, но они такие все из себя, ну, типа, в пентаграммах злые, там, вот эти вот ребята, есть тяжелая пехота у них, да, с ракезами, с какими-то, с тяжелым оружием, да, тяжелая пехота с тяжелым оружием, тяжелой броне, Warwolf, да, Sold Beast, например, такая вот какая-то хрень, типа, оборотень с какой-то штукой тоже в броне, артиллерийская ведьма с боеприпасом, которая, да, там, не знаю, пуляет его или что-то делает, пожиратель греха, это вообще что-то типа, что-то типа из Берсерка, я бы даже сказал, ну, то есть вот такой вот, Гримдарк в целом, ребят, это то, как бы, как позиционируется данная игра, то есть, вот именно тот Вархаммер, который мы с вами потеряли, якобы, хотя, на самом деле, я вот таких вот вещей в Вархаммере, например, не припомню, то есть здесь вот именно такой, какой-то есть жесткий гротеск, я бы это больше сравнил, наверное, с Kingdom Death, по-моему, называется, как-то так, да, этот тоже, ну, это не варгейм, это настольная игра, но так или иначе, вот, например, фракция у нас, я пропустил название, называется она Тренч Пилберемс, да, здесь вот такой вот чувак, типа Дредноут, но который туда, чувак попадал туда, попадает туда добровольно абсолютно, плюс еще и добровольно чувак висит на вот этом вот колесе для колесования, или как это называется, да, вот такие вот девчонки, монашки, топлес для тех, кто любит прям, чтобы было погорячее, да, какие-то, как они, призонерс, заключенные, вот эти вот ребята, такие характерные, и, типа, просто такая пехота, но с, такими вот, пилигримскими, колпаками, не знаю, как это называется, ну, на самом деле, шлемы, вот, коммуниканты какие-то, в общем, ребята, типа, хорошие, но на самом деле, они все-таки из себя, как это сказать, истовые, да, вот Блэк Гераль, например, это, ну, тут даже муха нарисована, то есть, ну, это явно, здесь они, выдушевлялись Нурглом, в целом, Вархаммером, как мне кажется, то есть, вот этот чувак явно, ну, мутилятор, или облитератор, например, хаос, это мухи тут, в общем, Грааль, тралы какие-то, плюс, собачки, ханды, хунды, корпсгард, он же Десгард, здравствуйте, да, привет, такие вот ребята покрупнее, да, с броней, с щитами, комарики есть, плэгнайт, например, да, такой вот, москит, не комарик, а москит, скорее всего, да, они ведь, но в Антиохе, например, вот есть Йоманы, ну, обычные такие, типа британцы какие-то, я бы сказал, да, шлемы британские, плюс, вот эти вот, они называются Йоманы, например, да, шоктруперы есть, такие вот ребята из, с автоматическим оружием, и при этом, еще какие-то здесь есть, ну, отголоски, да, там, шестнадцатого века, не знаю, наверное, меня сейчас, может быть, знатоки шестнадцатого века засмеют, вот есть, например, Heavy Infantry, вот такие вот ребята, в механизированных доспехах, такие вот, полумехи какие-то, инженеры, всякое такое, плюс, потом там начинается всякая хтонь, ну, тут клирики есть такие, вот, ребята, а-ля, как они называются, эти ребята у нас, ну, как-то, не позестнутые, короче, в общем, дальше пошла жесть, дальше пошла жесть, это начинается уже, я так понимаю, что всякие, всякие монстры и прочее, вот, Пиктлок, Пиклок, как он там называется, Питлокус, да, Локус, это же у нас, то ли медведка, то ли еще, короче, кто-то такой, в общем, да, страшная хрень, рыцари, а-да, какие-то тут, тут вообще, не для эфира, скажем так, что у него на голове надето, да, капюшон из чего-то, вот, какой-то охотник, какие-то, святые, в общем, все это такое, очень, демоны, какие-то дьяволы, всякая такая, хтонь пошла, в общем, здесь, ну, дьявола, пожалуйста, чувак работал над дьяволой, явно рисовал дьявола, короче, такая фигня, Султанат, например, это ребята восточные, у них тут, причем, наш, ну, как сказать, наш, да, это такие вот шлемы-шишаки, да, чем-то, чем-то напоминают, конечно, наши, типа, на Руси то, что было, но у нас на Руси, они тоже не просто так взялись, да, откуда они все, это все предмет исторических изысканий, скажем так, вот, тогда в те времена обмен был, очень шел броней, доспехами, всяким таким, между культурами, вот, мешанина была разная, насколько я, из того, что я читал, по крайней мере, по истории, изучал, смотрел про, про оружие, про доспехи, в общем, могло все, что угодно, найтись где угодно, потому что торговля шла повсеместно, ну, сасины какие-то, в общем, тут Султанаты и прочее, в общем, такой вот модельный ряд, и здесь, знаете, из основных таких вещей, то, что над игрой работали, Майк Франшина, художник, он работал над Диабло, серии игр Диабло, Path of Exile, над Magic the Gathering он работал, также дизайнер правил, Томас Пирнин, он работал над Мордхеймом, над Вархаммером, Fantasy Battle 6 редакции, я так понимаю, и Джеймс Шериф, он занимался скуптингом, насколько я понимаю, 28 маг, Ян Миллерс, Грим Таро, в общем, да, этими играми он занимался, и, в принципе, что сказать, люди сейчас на хайпе, сейчас много роликов начали делать, там покрас, лор, в общем, игра такая на подъеме, и она именно сейчас хайповая, то есть это самый хайповый, на данный момент, продукт из жанра варгейминга, вообще в целом мире, как мне кажется, поэтому стоит уделить этому внимание, друзья мои, не знаю, будет ли контент на моем канале, на стримах, меня там ребята упрашивают, что-то красит, но я жду, чтобы мне миниатюры эти напечатали, и я тогда мог заняться этим как-то, в общем, да, помимо Тренч Курсейда, друзья мои, еще в этом году стартанули, стартанула заново вармашина, с новым стартером, с новыми миниатюрами, например, вот так вот выглядит стартер вармашина, мне его тоже присылали относительно недавно, в принципе, вот тут у нас есть новые миниатюры, тот же самый стартер, например, тут такие вот, сторона синенькие, сторона красненькие, я их называю, в общем, новая вармашина стартует, плюс, также стартует у нас, стартанул, В этом году, видимо, Warcrow, этот Корвус Белли, создатели Infinity Wargame уже тоже скермиш, но, как это сказать, скермиш, но фэнтезийный, вот, поэтому подтягиваются, подтягиваются потихонечку и существующие всякие, да, компании по производству миниатюр и варгеймов, также еще подтягиваются, видите, такие вот доведомо неизвестные широкой публике проекты, как Trench Crusade, например. Будем посмотреть, очень интересно, как все это будет развиваться, пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет, сможет ли вся эта история составить какую-то конкуренцию Генсоркшоп и Вархаммером различным, я считаю, что, честно говоря, не очень, но мне было бы интересно этим посмотреть, я думаю, что еще Вархаммер, по крайней мере, в России, он занимает одну из главенствующих в мире вообще в целом позиций. Ну и, в принципе, ребят, у меня на этом все, благодарю вас за просмотр, поддерживайте канал лайками, подписками, в комментариях пишите шерсть, если ролик вам понравился, либо пишите ваше мнение, но в любом случае, комментарии это очень полезно, они продвигают ролик. Всем вам огромное спасибо, что пишите, что лайкаете, в общем, вы большие молодцы. Плюс поддерживайте меня материально, те, у кого есть возможность, лучше все это сделать на Boosty, потому что там я смогу понимать, сколько у меня за месяц идет доход от ваших пожертвований, и таким образом строить как-то свою жизнь, планировать хотя бы на месяц вперед. Это очень важно, очень ценно для меня, всем спасибо, кто поддерживает на Boosty. Если вы не можете поддерживать на Boosty, все есть способы в комментариях, плюс еще, не в комментариях, простите, а в описании к ролику, плюс по QR-коду на экране, там мой сайт, все-все-все самые полезные ссылочки есть там. Ну, что ж, друзья, приходите на хобби-стримы, сижу в те дни, когда могу, в отсутствие работы, сижу с 23.00 по Москве, там максимально сидим с вами, собираем, красим Вархаммер, приходите, заряжайтесь энергией на покрас собственных миниатюр, плюс подписывайтесь на меня в социальных сетях ВКонтакте, Телеграм, всех других. Ну, а я желаю вам удачи, берегите себя, по возможности красите минищики, а мы с вами увидимся в новых роликах. Всем пока-пока.